Здравствуйте! Это канал в гостях у Аннушки и сегодня я буду готовить кабачки с фаршем, запеченные в духовке. Запекать кабачки буду в рукаве. Кабачки получаются очень вкусными, нежными и сочными. Приготовление начинаю с зажарки. Лук режу кубиками и жарю на растительном масле. Лук буду жарить примерно 2-3 минутки и добавляю морковь, натертую на крупной терке. Жарю овощи на среднем огне до легкого золотистого цвета. Пока лук с морковкой жарится, помидоры заливаю кипятком и снимаю кожицу. Теперь в блендере буду измельчать сладкий перец, подготовленную помидору и чеснок. Вот так вот хорошо у меня поджарился лук с морковкой, теперь добавляю томатную смесь. Все хорошо перемешиваю, тушу в овощи до тех пор, пока не выкипит вся жидкость. После того, как жидкость выкипит, жарю еще 2-3 минутки и выключаю плиту. Теперь зажарку соединяю с фаршем. Фарш у меня из куриной грудинки, но можете использовать абсолютно любой фарш. Добавляю соль, перец по вкусу и немного красной сладкой паприки. Теперь нарезаю кабачки, но не до конца, ширина каждого колечка примерно 1 см. И теперь кабачки начиняю фаршем. Если вам кажется такой способ неудобный, тогда можно просто кабачки нарезать кольцами и слоями выкладывать всю форму. Вкус от этого не поменяется. Остатки фарша я сверху добавляю на кабачки и теперь форму убираю в пакет для запекания. Кабачки убираю в хорошо разогретую духовку на 180 градусов. У меня прошел 1 час и 10 минут, кабачки готовы. Готовность кабачков можно проверять при помощи зубочистки аккуратно через пакет. Если любите сыр, сейчас самое время посыпать сверху сыром и отправить еще на 5 минут кабачки в духовку. Кабачки очень хорошо приготовились, они не сырые и при этом не превратились в кашу. Кабачки я просто отправляю в духовку на 5 минут для того, чтобы сверху их немного подрумянить. Так приготовленные кабачки я обычно подаю с отварным рисом, это очень вкусно. Пробуйте, друзья, готовьте. Надеюсь, вам понравится этот способ приготовления. Кабачки получаются очень ароматными, нежными и вкусными. Готовьте с удовольствием, жду ваших отзывов после приготовления. Всем спасибо за внимание, не забывайте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Всем пока!